Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление земельных участков на строительство. Эти и другие услуги сельские жители могут получить в библиотеке. С прошлого года они работают в режиме многофункциональных центров. Как восприняли новшества жителей села, выясняла наша съемочная группа. На селе библиотекарь всегда воспринимался как человек, который может найти ответ на любой вопрос. Если раньше они объясняли, куда идти с той или иной проблемой, то теперь многие услуги оказывают сами. Кошмарская библиотека в режиме многофункционального центра начала работать в июле прошлого года. Нам стало очень интересно, как этот проект будет реализован. И мы понимаем, что для населения это большой плюс, это удобно. Упрощаются процедуры получения услуг. И мы со своей стороны районной МФЦ подключились к этой работе тоже с интересом. Татьяна Вьюшкина уже успела воспользоваться появившимися возможностями. Многодетная мама в конце прошлого года написала заявление на получение земельного участка. Раньше ей пришлось бы поехать в районный центр. Теперь достаточно с паспортом и свидетельствами о рождении детей прийти в библиотеку. Уже через месяц постановление на руках. При оформлении документов у библиотекарей еще возникает много вопросов. Но в любое время они могут связаться с коллегами или с техническим куратором проекта. Для своевременного и качественного оказания услуг библиотеки снабдили всем необходимым оборудованием. Компьютером, принтером, видеокамерой. Сейчас они предоставляют 25 муниципальных услуг. Но также в библиотеках должно быть организовано предоставление и государственных услуг. Перечень услуг будет расширяться. Для этого они систематически проходят обучение. За полгода Кошмарской библиотекой выдано 13 документов. Сейчас главное рассказать жителям села о нововведениях, считает заведующая Ольга Семенова. Для этого библиотекари выступают на школьных собраниях, печатаются в районной газете и встречаются с жителями деревень. Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика.